Так вот, этот весь страдание, он виден, скажем так, ну, к примеру, человек живет себе, живет, у него жизненный цикл определен, и вдруг он решил поехать в отпуск. В частности, мы знаем о том, что в Таиланде, там, в 2007-2009 году, я не помню, было цунами, вот, и 50 тысяч человек, если не больше, побежали на берег смотреть на этот цунами, вот так вот человек устроен, он любопытный, он решил посмотреть, 50 тысяч человек решили посмотреть, что это за такое природное явление, и все, так сказать, ушли в мир иной. А как насчет жизненного цикла, который им распределен, вами, в частности, Игорь? Да, да, прощи там цикл уже, человек должен был жить 100 лет, а ушел от жизни раньше срока. Бывает такое, ну, поехал в отпуск, да, жизненный цикл, ему говорят, ездит, а он едет, понимаешь, и вот, что происходит. Да, интересная тоже, очень важная тема, практичная, кстати. Мы в курсе будем рассчитывать жизненные циклы, и если так по-простому сказать, то жизнь человека делится на 5 циклов. Первый цикл, естественно, в зависимости от его даты рождения, продолжительность цикла у каждого своя, но в общем, можно сказать, первый цикл – это цикл, в который человек проходит через воспитание и обучение, и практически он формируется как личность. И когда мы смотрим показатели этого цикла, а там показатель урока, какой урок человек должен усвоить, показатель возможностей, которые идут к человеку, и так называемый показатель точка опоры. Помните, Архимед говорил, что дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. И вот у каждого человека есть своя точка опоры. То есть мы рассчитываем этот показатель, который связан с конкретной задачей, решая которую правильно, человек получает вот эту точку опоры. И когда мы разбираем эту программу, этого цикла, понятно, что человеку нужно делать для того, чтобы пройти его успешно. И дальше я по-простому говорю, если вы проходите успешно этот цикл, то вы в награду от жизни получаете прекрасное здоровье, прекрасные отношения, замечательное благосостояние. И если вы захотите куда-то поехать, а там как бы будет очень опасно и похоже, что все, кто туда попадут, они уйдут раньше срока из жизни, то вы просто не сможете туда попасть. Почему? Потому что вы успешно проходите свою жизненную программу, вы отличник в своей школе жизни, и вас просто энергетически жизнь защитит от того, чтобы вы попали туда. Но если вы этот цикл проходите из рук вам плохо, если вы свой урок не усваиваете, если вы возможности просто упускаете, и вот вместо того, чтобы найти эту точку опоры и опереться на нее, вы просто игнорируете этой задачи. Вы двоечник в школе жизни, а двойки в нашей школе жизни это либо смертельный диагноз, либо враги в особенности среди близких, либо вот катастрофы, бедствия какие-то стихийные, которые просто уносят нас из жизни раньше срока. Другими словами, если вы успешно идете по своим жизненным циклам, вы гарантируете себе максимальную продолжительность жизни, и все силы в этом мире будут помогать вам в этом, защищая вас. Если же вы нарушаете эту свою жизненную программу, то есть не следуете ей, то складывается ситуация, в которую вы попадаете в категорию ученика, который входит в школу, но не учится, и через какое-то время его вызывают в директору, говорят, что ну извините, забирайте свои документы, потому что вы завалили уже всю программу учебную, у вас нет никаких шансов там продолжать обучение в школе. Ну и мы вас просто выгоняем. Поэтому вот уход из жизни раньше срока – это исключение из вот этой школы жизни. Почему? Потому что я игнорирую вот эти задачи, которые у меня прописаны в жизненных циклах. И в этом учебном курсе мы разбираем полностью эту программу, схему, как рассчитывать циклы на всю жизнь, вот эти пять циклов. Второй цикл жизненный – это цикл, когда мы устраиваем свою семейную жизнь. Третий цикл – это цикл социальной реализации. Четвертый цикл – это цикл благотворительности. Пятый цикл – это цикл, когда мы служим миру, мы играем роль наставников. И вот эти циклы, они охватывают сто лет, выкладываются в сто лет. И каждый из этих циклов просчитан. Там есть свои задачи, которые мы с вами учимся разбирать и решать. И вот эта методика позволяет человеку сориентироваться и понять, как ему организовать свою жизнь так, чтобы быть уверенным, что всё будет хорошо. Потому что весь мир будет помогать мне, так как я отличник в этой школе жизни. Если же мы игнорируем эти задачи, то мы оказываемся в такой странной ситуации. Могли бы долго ещё жить, но нет шансов. Просто мы завалили эту свою собственную жизнь. Поэтому методика, конечно, исключительная. И все, кто её осваивает, они меняют свою жизнь к лучшему и потом помогают в этом другим.